Всем приветики! У нас сегодня второй наш канарский день. Господи, у меня слово канары уже отправляют в какой-то флёр, лакшери жизни. Хотя на самом деле всё не лакшери, а обычно. Хотя вот эти вот, например, симпатичные колючие, жутко колючие кактусы очень красивые. Вот, в общем, сегодня мы врезалась полями шляпы в кактус. А я вот так вот, наверное, постою. Красивый вид с кактусами, мне нравится. Вот, в общем, сегодня мы едем в деревню Маска. Она какая-то супер-пупер древняя, и там в настоящий момент живёт всего лишь 100 жителей. Но там потрясающие виды, очень похожи некоторые фоточки на Мак-Чу-Пикчу, вот эту вот... Из Латинской Америки. В общем, мы туда хотим съездить и там пойти на хайкинг. Там очень классный хайкинг. Там несколько маршрутов, около десятка. Сейчас машины проедут, а то очень громко. Там несколько хайкинг-маршрутов, и они всё очень длинные. Ну, мы нашли там коротенькие, на 3,5 мили. Я думаю, что нам туда-обратно погулять, наверное, часа на 4 займёт. И у нас есть секрет-спот, классная кафешка, которую нам посоветовали. И, в общем, мы там будем сегодня харчеваться. Вот, сейчас Ник поговорит по работе, по вопросам рабочим по телефону. Мы заберём его друга с сыном и поедем в Маску. Да, это надо прям чувствовать, это всё, тема. Мы не задавили. Сейчас как-то не был разлит. Да, это самое стрёмное. То есть, на повороте, если будет разлит, это не удивляй. Ну, тоже, наверное, как-то одна, как зависит. То есть, у нас первая точка. Смотри. Как-то... То есть, ну, технический слой. Да. Чёрный белый барашек. Рассказывала про запрос. Хиппи-автомобиль. Мы добрались в деревню Маска. Она в ущелье. И идём сейчас по совету. В классный рейстик. А с чём он так делал? Лапки поднимаются вон. И жрёт что-то. Где? А, вон. А, смотри, он убил лап. В чём четыре лапы поднял. Видел? Оп-оп, убежал. Прикольно. Да, тут такой уклончик. Привет. Привет. И такой же, как Трамп. Не хочет подходить. Мы тут только близ. Привет. Он вообще не боится, да? Это гекком? Или ящер? Сколько их тут кишит? Да. Во, тут вообще-возь морда торчит. Это не гекком. А кто это? Ящер? Ну, это какая-то ящеринка. Может, варан мелкий. Дедка варана. Чувствуешь себя, как в орелы-решки, когда ищешь какие-то секрет-споты. О, блин. Прикольно. Они работают. Сейчас это до... До пяти. А вот? Вот, вот. А, давай. Чё, будешь? Поверните направо. Фу. Нагулялись. Но больше наелись. Как три колобка. Идём теперь в гору, чтобы забрать нашу машину. И параллельно созерцаем ущелье. Здесь, конечно, просто непрекращающийся оргазм глаз происходит. Потому что вот эти вот прекрасные все... Здесь сейчас не видно. Подальше, наверное, пройдём. Там будет видно ступенями, как для рисовых полей сделано. Ну, либо что-то выращивают, либо это так для каких-то целей был рельеф подготовлен. Всё зелёное, куча кактусов, пальм. Это вообще потрясающе. Зелени всякой разной столика, что дух захватывает. Конечно, в российских горах нету столько зелени. У нас каменистый рельеф, а здесь он зелёный. И это так круто. Глаз просто... Глаз должен путешествовать. И вот здесь он путешествует именно так, как надо. Конечно, очень-очень красиво. И походить здесь прям надо. Так что, кто будет на Тонарифе, ущелье, деревне Маска, обязательно. Вот обязательно. Вот нам посоветовали, и мы ни разу не пожалели. Это очень классно. Причём много разных опций есть. Либо такси сюда, либо ещё типа экскурсии с маршрутами. Но, на мой взгляд, можно взять либо просто машину в прокат. Лучше приехать пораньше, чтобы припарковаться. Либо, вот как мы, чуть-чуть подальше. И в своё удовольствие просто погулять. Потому что пеших маршрутов очень много. И тогда не будет вот этой вот тайм-лимита с экскурсоводом. Так что, очень рекомендую ущелье и деревня Маска. И Эль Гаучо. Гауньчо. Напишу название. Ресторан тоже классный. Его, кстати, лучше резервировать заранее. Ко времени. Потому что мы пришли и ждали. Но нам повезло. Мы не очень долго ждали. Наверное, минут 10. А так, там прям аншлаг. Он в три подвизоре значится. И много желающих. И правда, очень вкусно. Вот цветущий кактус. Настоящий цветущий кактус. И мохнатые пальмы. Это так красиво. Я в таком восторге. Здорово. Очень здорово. И здесь, что удивительно лично для меня, здесь оказывается климат одинаков весь год. То есть, весь год приблизительно одинаковая температура. То есть, можно приезжать в сезон всегда. Это классно. Сейчас у меня тут откроется вид на ущелье. Вот оно. Кайф. Большой, большой кайф. Вот, кстати, этими ступеньками сделан склон. Вот я подозрела, что там что-то выращивают. Но это не точно. Так хорошо наелся, что еле пролез. Так, так. Не надо снимать. А как же без этого? Наразишь. В лес. И вот тут тоже вон ступеньки. Но здесь совершенно точно сделано, чтобы не было обсыпания. Ой, какая красота. Боже мой, это не передать на видео. Это все не так. Нужно увидеть глазами. И вчерашнее мое начео вчерашнее по поводу того, что здесь Краснодарский край, и Анапа в классическом понимании отдыха не. А вот, наконец-то, мы выбрались в правильное место. Правильное. По своей сути. Приехали на пляж. А тут вон красный флаг. Купаться запрещено. Очень большие волны. Поэтому можно не вернуться. Эх. Тут смотрите, какой песок. Он просто черный. Вулканический песок. С пылью от вулкана. Кайф. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok